Всем привет, девчонки! И вы попали на мой канал, мир девчонок! И сегодня я вам покажу лучшие прокладки, которые можно взять в школу. Да, я не успела пропасть прям надолго с ютуба, не вышло просто одно видео всего лишь, поэтому я очень быстро искала решение проблемы, и вот как раз-таки я ее нашла, поэтому выпускаю для вас вот это видео. Конечно же, вы его у меня выбирали сами в моем телеграм-канале, и обязательно переходите, ссылочку оставлю в описании. Ну а также не забывайте про подписку и лайк на мой ютуб-канал, так как мне будет безумно-безумно приятно. И давайте мы с вами слишком долго не будем затягивать, а пожалуй, сразу начнем. Давайте мы с вами начнем с очень популярной фирмы прокладок, и это Always. Как вы видите, у них много таких вот разных линейчиков. Как эти, так и эти, так и эти, так и эти, вы можете использовать в школу, смотря что вам больше подходит. Давайте начнем с пухленьких прокладок Always Classic, которые нравятся достаточно немногим. Внутри они выглядят вот таким вот образом. Маленькие, пухленькие и очень хорошо впитывающие. Конечно же, это на любителя прокладки, так как я уже и сказала, их много кто недолюбливает. Прокладочки Always Ultra, которые встречаются чаще всего в магазинах. У меня лично это идут зеленые, которые я заказывала на Азон, но они, в принципе, ничем не отличаются от других. Выглядят они вот так вот. Конечно же, они тоже прекрасно подойдут на месячные в школу. Единственное но, хотела сказать, то что пятикапельные ночные прокладки, они имеют точно такую же сеточку, и поэтому они прилипают. То есть, если у вас какие-то будут обильные месячные, все натечет это на прокладку, то имейте в виду, если вы просидите так один урок, то к вам это просто прилипнет. Я их сейчас говорю лично по своему опыту и не отговариваю вас их не использовать. Они очень хорошо справляются со своей задачей и так далее, просто у них есть такой минус. Следующие прокладочки это Always Platinum. У меня идут на пять капелек, но там не важно, какие будут. И выглядят они внутри вот так вот. Я на них слышала и не раз негативный отзыв, по типу то, что кровь по ним просто скатывается, ничего, прокладка не впитывает. Конечно же, у кого-то может такое быть, правда, я не знаю, каким это чудом чудеснейшим, так получается, что прокладки Always не впитывают. Ну и следующая линейка идет прокладок Always с мягкой поверхностью. Внутри они выглядят вот так вот. Как я уже сказала, поверхность тут идет мягенькая, приятная. Они очень тонкие, как натурелло, поэтому подойдут, я думаю, большинству девчонок. И, конечно же, посоветовать вам я все эти вот линейки могу. Следующая фирма прокладок это Bella. Она тоже прекрасно подойдет на месячные в школу. И, как вы видите, тут тоже достаточно много линейок. То есть есть и пухляшки, и для подростков, и Bella Ideali, и Bella Perfect Ultra. Внутри выглядят вот так вот. Прокладки идут с мягкой поверхностью и без ароматизаторов. Наверное, больше всего популярностью и спросом является именно линейка прокладок Bella for Teens. Так как очень многие подростки их любят покупать и использовать. Ну и я в том числе тоже не исключение. Внутри они все одинаково выглядят и очень-очень мило вот таким вот образом. Уже много раз говорила, в чем различие этих трех пачечек. Кто меня смотрит, тот знает. Но давайте я повторю. Вдруг кто-то новенький. Это прокладки, которые идут с мягкой поверхностью и ароматизатором зеленого чая. Эти же прокладки идут с мягкой поверхностью без ароматизаторов. А эти прокладки идут с поверхностью сеточка и с ароматизатором мультифруктов. И из этих трех пачек лично мне больше всего нравятся именно зелененькие. Так как у них очень был приятный аромат. Жалко, что он выветрался. Следующая у нас идет Bella Ideali. Тоже хорошие прокладочки типичные. Но я не знаю, с чем связано. Стоит дороже остальных линеечек. Выглядит она вот так вот. Поверхность очень интересная в таких вот подушечках, которые покрыты сеточкой. Она тут очень идет мелкая, то есть вы ее даже не почувствуете. Ну и следующие у нас последние идут пухляшики. Это лично у меня Bella Herbs, но также есть и Bella Flowers и другие тоже прокладки. Они все плюс-минус идентичны внутри. Ну и Bella Herbs выглядит вот таким вот образом. Это пухляшики, которые очень приятно в свое время пахли. И посмотрите, какой у них тут милый дизайн. Поэтому думаю, что эти прокладки тоже понравятся любителям пухляшей. Следующая фирма идет Котекс. И тут видите тоже достаточно много линеечек. Это конечно же не все, я просто показываю примеры. На физкультуру я предпочитаю больше использовать Котекс Эктив, потому что это прокладки, которые очень сильно гнутся в разные стороны и подстраиваются по движению вашего тела. Единственное но, это их клей на крылышках, потому что он, знаете, такой достаточно тонкой полоской идет и может отклеиваться. Ну и вот, посмотрите на эту гибкость прокладки. Я думаю, что многим они понравятся и конечно же на физкультуру вы их будете использовать. Следующая линеечка идет, например, Natural. Эти прокладки мне, наверное, больше всего раньше нравились из линейки прокладок Котекс. Внутри они выглядели вот таким вот образом. Сейчас немножечко видоизменены, но не сильно. У них немножечко стала рифленая поверхность, то есть она протырканная и все, в принципе. Сами по себе хорошие, что в старом, то и в новом дизайне. Посоветовать вам я их, конечно же, могу, так как клей, впитываемость и так далее у них просто на высоте. Ну и, кстати, знаете, что я вам еще хотела сказать? Следите за моими MS-влогами, если вдруг вы не найдете что-то в этом видео для вас именно более полезного, чего бы вы хотели видеть. Может быть, я как-то вам мало фирм покажу, что вам покажется странным, ну и посмотрите MS-влоги и будете использовать те же прокладки, что и я. В принципе, это тоже как вариант. Следующий идет Котекс Янг. Их я хотела раньше больше всего на свете, но, в принципе, это самые обычные стандартные прокладки Котекс. Просто идут с миленьким сердечным дизайном. Внутри у них идет мягенькая поверхность сеточка, ну и, как всегда, хорошее качество. Ну и также, например, Котекс Ультра, это тоже хорошая линейка прокладок. Кстати, вот в свое время я их постоянно использовала в школу, то есть Котекс Ультра и Овес, которые идут на 5 капелек. Это были мои самые любимые прокладки в школу, поэтому по своим вкусовым предпочтениям посоветовать я вам их тоже могу. Достаточно неплохим выбором тоже будут прокладки фирмы Натурелла. И тут тоже идут разные, есть и пухленькие, есть и тоненькие. Давайте я вам покажу просто вот. Из двух разных линейчик это Ультра, это Коттен Протекшн. Думаю, все знаете, как выглядит Натурелла, все знаете, как они пахнут. Внутри выглядит вот так вот, конечно же, очень мягенькая поверхность, очень тонкая прокладка, которую, мне кажется, вообще никто чувствовать не будет, поэтому посоветовать вам я их, конечно же, на миллиард процентов могу. Ну и еще одни Натурелла Коттен Протекшн. Это тоже хорошие прокладки, только стоят они намного больше, чем те же самые Ультра. Внутри она выглядит вот таким вот образом, и, конечно же, она идет якобы без ароматизаторов, красителей. Это хорошие натуральные прокладочки, и в школах тоже прекрасно использовать. Ну и последнюю фирму, которая более такая распространенная, это прокладочки Либрес. Почему я вам так мало именно фирм посоветовала? Потому что у меня больше всего вот таких вот прокладочек вот этих вот фирм, так как остальные идут то по одной штучке от каждой фирмы, то по две и так далее. Конечно же, как я уже и сказала, можете за мной следить в МС-влогах и выбирать прокладки, какие я использую в школу. Либо же я вам могу посоветовать просто пастущно прокладки фирмы Neosis, Secret Day и вот такие вот все корейские фирмы. Это тоже очень классные прокладки. В общем, давайте мы с вами начнем с Либрес Натуральная Забота. Это зеленые прокладочки, которые внутри выглядят вот так вот. И они мне больше всего нравились раньше из Либрес, тем, что у них невероятно хороший клей, то есть ни крылышки, ничего не отклеится. Я еще помню то, что раньше не особо разбиралась в прокладках, хотела тонкие Либреса, взяла вот эти. Конечно же, расстроилась, но потом, когда я их попробовала и поняла то, что это офигенные прокладки, наоборот, я обрадовалась. Следующие могу посоветовать Либрес Ультра Нормал, которые идут на 4 капельки. Опять же, капельность выбирайте вы сами. Внутри они выглядят вот таким вот образом, идут с мягкой поверхностью и ароматизаторами. Ну и последние прокладочки Либрес, это линейка Pure Sensitive. Тоже очень хорошие прокладки, наверное, сейчас эта линейка больше всего мне нравится все-таки из Либрес. Внутри выглядят вот так вот. Опять же, это натуральные прокладки, без ароматизаторов и красителей. Они прекрасно подойдут для аллергиков, поэтому посоветовать вам я их могу. Ну и чисто пару слов и советов от себя никогда не берите. В школу прокладки Грэнди Ультра, именно Экстера Драй. Также прокладки Памберес, которые вот такие голубенькие, потому что, сейчас объясню. Не только эти прокладки не стоит брать, но также те же самые Пупи и остальные, у которых идет жесткая поверхность пластиковой сеточки. А все знаете почему? Потому что эта поверхность, она прилипнет к абсолютно всему. То есть даже может и к ногам, и к попе, и так далее. Поверьте, то что это не очень приятное ощущение, и говорю я это лично по своему опыту. Да, эти прокладки достаточно широкие, достаточно хорошие. Я вас не настаиваю против них. Просто имейте в виду то, что поверхность может к вам приклеиться. Те же самые Памберес в розовой упаковке, которые идут с мягкой поверхностью, вы можете уже использовать в школу, так как там уже нет жесткой сеточки. Ну и те же самые Грэнди Ультра, они в принципе выглядят внутри вот так вот, как обычные прокладки, и опять это очень жесткая сеточка. Поэтому, пожалуйста, не попадайтесь на такие уловки, потому что ощущения будут одни не из приятнейших. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Ну что ж, девчоночки, вот такое вот интересное видео у меня получилось, и я очень надеюсь, что вам понравился этот ролик. И вы не забудете также про мой телеграм-канал, в котором происходит все самое интересное, и на которую ссылочку я вставляю всегда в описании под каждым видео. И, конечно, не забывайте про подписку и лайк на мой YouTube-канал, так как мне будет безумно-безумно приятно. Еще раз всех благодарю за просмотр, это сердечко вам, и встретимся мы с вами уже ровно через неделю, и всем до новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok